Герман Полоян. Побег с Петровки 38. Новая книга известного блогера является правдивым повествованием эпохи конца СССР, начала новой России. Он был сыном благополучных родителей, студентом престижной Бауманки, однако в сложное для страны граждан время погрузился в криминальные приключения и попал в тюрьму. В местах лишения свободы Герман провел более 10 лет. Интереснейшая книга приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Дорогие читатели издательства «Книжный мир», зрители нашего канала «Книжный мир», я вас всех приветствую. Сегодня у нас в гостях по видеосвязи Герман, канал «Майн Краймс». Здравствуйте, Герман. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие зрители канала «Книжный мир». Всех приветствую. Герман, мы с вами одного возраста, и мы помним конец Советского Союза, когда появлялись, ну в Москве не очень, наверное, в заводских окраинах Москвы, в других городах появлялись некие такие молодежные движения, про которых нам немножко рассказали в фильме «Слово пацана». Как вы думаете, вот почему они появлялись, почему были эти движения? Ну, на это, наверное, уже ответили давным-давно. Я могу только подтвердить, с чем у меня сочетаются эти ответы. И чаще всего, на мой взгляд, это как раз то, что родители, это же как бы такие окраины, и, как правило, где-то какой-то либо большой завод, либо фабрика. То есть родители с утра до вечера занимаются тем, что работают на каких-то предприятиях. И если брать мое детство, еще советское, то я могу сказать точно, что если у тебя родители на работе, то у тебя сначала школа до обеда, и после обеда ты остаешься, это называлось, по-моему, типа продленки, что ли, какое-то такое слово было. То есть ты домой попадаешь только часов в пять, в шесть. А родители у нас возвращались где-то часам к семи, к восьми, потому что занимала какое-то время, ну, дорога до работы, потому что все работали по-разному. У меня у матери занимало где-то минут тридцать, у отца где-то минут пятьдесят, наверное, до работы. То есть такая история. Поэтому большинство из нас все это время, получается, послешкольное проводило где? На улице, либо бегало в школе с теми, у кого так же отставили. И, естественно, мы образовывали между собой какие-то такие, ну, поначалу это такие детские, приятельские компании, но ты же потом взрослеешь, потом появляются всякие другие дела. И я тебе скажу, на мой взгляд, что это был кинотеатр, и у нас такая была компания, но были прям откровенные хулиганы, которые прям конкретно общались уже с более взрослыми пацанами. Это, как правило, у кого были старшие братья. То есть они были вовлечены в какие-то уже более такие, я бы сказал, не детские забавы. И меня поразило, то есть по тем временам пятьдесят, сто рублей одной купюры, да, мы практически не видели. Это были редкие деньги. Кстати, у нас сто рублей было, Дим? Было, было. Вот пятьдесят я точно помню. Было, я даже не помню, видишь цвет. Пятьдесят, по-моему, они такие были, коричнево-зеленые какие-то такие там. Ну, сто примерно тоже такой же, но больше красноты там было. Вот. И когда вдруг в кинотеатре при мне один хулиган другому давал в районе 150 рублей, а это была, наверное, зарплата моей матери, у отца было где-то 200 с лишним. То есть он что-то там, они встретились, поговорили, он им отдает эти деньги. А это был класс, наверное, восьмой. Я тогда думаю, ничего себе. То есть они спокойно друг с другом уже имели такие. Когда для тебя рубль два-три деньги, и вдруг на твоих глазах происходят взаиморасчеты такими деньгами, понятно, что явно, что он не цветами там, не этими самыми, не значками или не марками там, да, занимался. И тогда тебе приходит понимание, что ты как бы живешь еще, как бы сказать, подростковой такой, да, школьной жизнью, а где-то уже делают взрослые дела. Я говорю, это были огромные деньги, которые я прямо на глазах у меня один отдает другому. Вот такая вот история. Поэтому, естественно, когда ты принадлежишь сам себе, то есть возможность как бы заниматься не только тем, что ты ходишь в школу, делаешь домашние задания, но можешь вовлечен еще в какие-то мероприятия. Если мы говорим, я так понимаю, про этот казанский феномен, то, естественно, там принимали участие более старшие. Это явно не образовались школьники. То есть это была традиция, которую потом, ну, мы с вами могли обсудить в армии, да, там тоже дедовщину кто-то когда-то выстроил, да. Появились обзывания там всякие черпаки, духи, дедушки, да, там, ну и так далее. Это же тоже откуда-то взялось. Поэтому здесь, я так думаю, это причем... Я думаю, здесь это все перекочевало как из армии, так и из уголовного мира. То есть люди более опытные использовали молодежь, а точнее там совсем подростковое поколение для того, чтобы вводить свои интересы. По защите территории, то, что отзывается в детских сердцах, по защите территории, если нет вещей, то ты знаешь, как одеться с помощью криминала. Если нет часов, ты знаешь, где их взять. Но при этом была жесткая иерархия, которой, ну, как бы они подчинялись в этом дворе какому-то лидеру. До сих пор известны их имена, по-моему, они практически все плохо кончили. Там только один-то или двое там отошли от дел и никуда не лезли. И большинство кончило плохо, потому что пытались дальше идти. Ну, естественно, нарывались таких же, только в других районах или в других городах. Ну, вот, в принципе, все. То есть молодежь всегда использовали. Если мы говорим сейчас, то же самое приходит нам на ум, когда идет там, ну, это запрещенное движение АУЕ. Это же то же самое. Для чего используются подростки? Для того, что им в башку сажаются какие-то непонятные идеи. Они там благополучно, как зерна, ну, вызревают. И что это идет? Значит, вы должны заносить деньги. Все сходится, ну, Дим, к одному. Ты с нами, ну, должен чуть-чуть заносить. Ну, либо не чуть-чуть. И мы тебе даем самое главное – это защиту. И также мы тебе подскажем, что правильно, что неправильно. И когда я обозревал это кино, я сразу сказал, что если родители заняты, если вашим ребенком нет по каким-то причинам времени заниматься, то у ребенка все равно вопросы остаются. И на некоторые родители даже, если они были бы рядом, не дали бы ответы. И ребенок их находит где? Во дворе, на улице, от более старших своих там, ну, товарищей, да, скажем так, по району. Так вот, не факт, что эти товарищи старшие по району будут сеять зерна хорошие. Ну, вот и все. То есть, вашим ребенком будет заниматься кто-то другой. А результат, ну, мы видим. Когда начинаются образовываться вот эти непонятные группировки с непонятной целью. Но при этом делалось как? Допустим, в Казани вообще было очень интересно. Если ты никакой группировке не принадлежишь, тебя будут бить все. Ну, то есть, ты бесхозный. А принадлежность группировке давала защиту. И как бы понятно, он брал защиту. Но при этом следовало что, как только ты обрел какую-то защиту? Обязанности. Собирать деньги, сдавать там куда-то, там, участвовать в каких-то драках, кого-то наказывать. Хочешь ты, не хочешь, все, это никого не волнует. Причем мало очень указано тому, там, точнее, сказано, что есть какая-то выписка. А просто интересно, если я добровольно вступил в группировку, там, какое-то время принадлежал я, я могу уйти из нее без последствий или не могу? Скорее всего, не могу, наверное, да? И вот такие вещи влияли на все. Покалечено, конечно, было судеб кучей. И жизни, наверное, ну, и здоровье тоже, наверное, масса потеряла. Ну, вот, мое мнение, такая история. Все это кому-то выгодно. Сергей Ворон. Кровь пацана. Казанский феномен и люберецкий фактор. Хроники асфальтовых войн СССР и России. Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Герман, скажите, пожалуйста, вот рухнул Советский Союз и еще, наверное, до его разрушения начали образовываться так называемые организованные преступные группировки, потом их переименовали в организованные преступные сообщества. Туда пришло много молодых, сильных, смелых, пассионарных парней. Почему они пошли туда? Ну, давайте скажу так. Если мы берем уже конец советской эпохи, то примерно понятно, почему. Объясню, смотрите. Нас воспитывала партия, родина, правительство, и наши родители все состояли, либо часть семьи, то есть, либо матушка... Ну, у меня отец был, допустим, партийный, такой, с закалкой. У меня мама. Вот эти основные принципы, что мы идем куда надо к коммунизму, что мы должны быть хорошими, честными, воспитанными, мы должны понимать, зачем мы... То есть, эти вот лозунги, которые, в принципе, уже в конце Союза, если так сказать честно, большинству поднадоели. Случилась самая главная проблема, и, в принципе, что повлияло на сегодняшний день. Советский Союз отличался четко, а только одним, что если вдруг ты идешь не той дорожкой, ты будешь за это наказан, а самое главное, получишь осуждение. То есть, было примерно понятно, что ты делаешь, и какие будут последствия. А самое главное было спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Вот как только Советский Союз подошел к тому, что его, ну, вот прям он уже зашатался, то есть, уже было понятно, что что-то будет, и будет явно что-то другое, то в этот момент вся эта молодежь, которая... Мы же с тобой, ну, допустим, я воспитывался в школе до последнего класса, это еще был Советский Союз. И когда я первый раз сел, тоже был Советский Союз, то есть, еще он как бы действовал, уже были проблемы кое с чем, но он еще работал. Начинались только вот эти вот вещи, там, то водку запрещают, там, перестройку, это вся хрень, ну, которая нам под красивыми лозунгами, сейчас теперь мы все возьмем, вот, теперь все это, как обычно, будет наше, оказалось, что не наше. Помнишь, ваучеры выпускали? Вот с этого все, вот с этого со всего развал и начался. Здесь нужно сказать о другом. Большинство скажет, что все шли за легкими деньгами, за легкой жизнью, да, это присутствовало. Но здесь я могу сказать еще одну важную вещь. ОПГ, или как мы там угодно будем называть, группировку, там, как угодно можно называть, она тебе давала, самое главное, она тебе давала возможность расширить свои границы в плане общения и всего. То есть, человек, как только попадал в какую-то группировку, допустим, скажем, какая самая, допустим, Солнцевская, да, если вдруг он становился Солнцевским, на него уже бросали другие взгляды, как сверстники, так и девчонки. То есть, помимо того, что у тебя была какая-то, ну, до этого перспектива, ты мог мог работать, ты мог не работать или что-то еще, то принадлежность какой-то известной группировки давала тебе самое главное. Ты повышал свою самооценку. Что в большинстве случаев, если мы сейчас возьмем, когда вот к нам обращаются, за конфликтами, да, там, помочь там с какой-то ситуацией, чаще всего сейчас у людей, у молодых, занижена самооценка. Почему? Потому что, как раньше можно было спокойно прийти и сказать, я Солнцевский, даже если ты занимал там какое-то незначительное, да, там, место, то к тебе окружающие относились совершенно по-другому. У тебя многих проблем уже не возникало. К тебе относились с уважением. Но здесь есть один маленький нюанс. Эти молодые ребята, когда шли в эти группировки, они не знали, какая будет расплата, то есть цена вот этой повышенной самооценки. Что они теперь, по большому счету, подневольные люди. Потому что, если взять любую серьезную группировку, там, помимо того, чтобы давали какую-нибудь старенькую машинюшку, где группировка попроще, давали какую-нибудь восьмерку и девятку, но все равно это для пацана было кое-что. Они набивались полной тачкой, катались на стрелке, там что-то боковали или небо ковали. Дело здесь не в этом. У них жизнь била ключом. Это было интересно. То помимо этого еще, что тебе дают машину и какие-то деньжаты на жизнь, и ты мог там уже как-то двигаться сам, ну, следовала расплата. Ты мог уже, как сказать это, ты точнее не мог уже не выполнить поручение, даже если оно тебе не нравится. То есть некий старший, которому ты принадлежишь целиком и полностью. И многие не понимают, что если какой-то член группировки сидит дома, то он не просто так сидит дома. Если у него зазвонил телефон, просто когда все начиналось, еще только-только, даже помощи пейджеров не было. Если зазвонил телефон и тебя куда-то вызвали, не дай бог ты опоздаешь. Если вдруг ты с кем-то начинаешь разговаривать, допустим, тебе какая-то ситуация, по которой ты принял участие, или точнее тебе сказали принимать участие. Если вдруг по этой ситуации тебе что-то не понравилось, и ты с дурума это высказал своим товарищам, то не факт, что твои товарищи об этом не скажут, или вас кто-то еще не слышал. То есть, наказание шло сразу за все. Помимо того, что можно было потерять здоровье, можно было потерять и жизнь. Сейчас, в принципе, где-то кто-то про эти вещи рассказывает. Но это говорит аккуратно, выбирая слова и так далее. Так вот, еще раз говорю, что понятно, зачем шли, но в тот момент они не понимали, какая будет этому оценка и расплата за то, что они принадлежат какой-то серьезной структуре. Поэтому плюсы понятны, а про минусы, скорее всего, они узнавали уже потом. Потому что есть такая хорошая пословица, туда вход рубль, а выход два. Так что так. Сергей Буторин. Славные парни по-русски. Нерассказанная история. Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Герман, вы на своем канале, в своих видео рассказываете о своих приключениях молодости. Скажите, пожалуйста, почему вы не вошли ни в одну из группировок? Ох, Дима, этот, наверное, вопрос задают мне частенько. Давайте скажу так. Значит, мне повезло. Объясню, чем. У меня мои молодые годы, то есть, ну вот, когда говорят, вот, ты там 10 лет отсидел, несколько лет был в розыске, и ты просто свою жизнь, ну как бы, да, там, разменивал непонятно на что, потерянные годы, как ты на это смотришь? На самом деле, я могу сказать только одно. Если мы сейчас возьмем судьбу любого какого-то лидера, то часть, ну, даже, наверное, большая часть всех этих спортсменов, кто пришел с армии, подготовленных, храбрых, смелых ребят, проблема была только в одном. Они только примерно понимали законы, по которым они сейчас собираются двигаться. А меня, ну, если кто внимательно смотрит мои истории, меня посадили в 18-летнем возрасте. То есть, в 18 лет я сел в тюрьму, это был Советский Союз в 88-м год, это была матросская тишина, довольно известная тюрьма. Она была тогда полупустая, вот, и такие, я бы сказал, более серьезные ребята со мной проводили беседу. Могу сказать сразу, я попал сразу на спец. Самый известный человек, кто сидел со мной, был Балашихинский авторитет, сейчас, ну, многие, наверное, не вспомнят его, это был такой Муха, и звали его Вова, довольно серьезный боксер, у них была уже тогда группировка, сидел он, они удирали от гаишников и отстреливались. Вот, его вытащили, он такой, видно было по нему, что он пьющий, то есть, он такой человек, как бы, как бы-то сказать там, ну, любящий выпить, и есть такие, как, кстати, спортсмены этому подвержены, которые там выпивают стопочку, он уже не остановится. И мне повезло, мы с ним договорились созвониться. Я с ним созвонился, слава богу, он до меня не доехал, потому что он тут, у него территория была Балашиха, а я, соответственно, сидел в Зеленограде. И когда мы с ним несколько раз созванивались, он говорил, Гер, я к тебе приеду, Гер, я к тебе приеду, хотел с тобой, слава богу, не доехал. Вова погиб, сейчас не буду врать, убили его, то ли в Польше, то ли еще где-то, я нюансов не знаю, у них была какая-то конкретная стычка, вроде бы был он замешан в убийстве вора в законе, то есть на них на всех наложили, ну, как бы все, крестик, то есть где поймают, там и убьют. Ну, вот вам история человека, с которым я сидел, молодой парень, со связями, боксер, то есть физически развитый, и в принципе у него должно было быть, то есть он на тот момент стоял уже очень серьезно, если даже за перестрелку с сотрудниками, его через какое-то время выпустили. Но чем кончился, а посадили, может быть, его, может быть, и выпивать перестал, может быть, там как бы что-то у него там поменялось в голове, поэтому в 18 лет, когда меня посадили, я уже начал сталкиваться вот с этими ребятами, которые как раз были в ОПГ. И потом, когда мне дали усиленный режим, это же тяное, усиленный режим, это когда ты первый раз садишься, но по тяжелой статье. Чаще всего там были такие же мои ровестики, чуть помладше, чуть постарше, которые тоже продолжали, откуда я знаю, там Люберецких, Солнцевских, Ореховских, откуда я там со всеми с ними сидел. Так вот, когда я начинаю рассказывать свою историю, это, кстати, будет полезно тем, кто думает, что есть какая-то романтика, да, она, конечно, есть, распада дорогая. Один мне зритель сказал, Гера, вот ты описываешь свои истории, и такое ощущение, что ты ходишь по кладбищу и рассказываешь про каждую могилу. Там этот вот такой-то хороший, храбрый парень, этот вот такой-то, тоже смелый там со связями. То есть, даешь хорошие эпитеты, но этих людей в живых нет. Причем мне-то сейчас 54, я уже эти истории рассказываю там 3 года, да, или 4, а их не стало. Кого-то в 25, кого-то в 22, кого-то там даже большинство, если вот честно сказать, большинство до 30 уже не дожило. То есть, половина осталась до 30 лет. То есть, молодые ребята. Вот, остальные погибли от 30 до 35. То есть, даже я тогда, оценивая свою ситуацию, я был, я бы так сказать, таким, как бы это мягко сказать, не сильно раздумывающим человеком для поступка. Ну, я бы так сказал, не сказать, что неадекватным. Ну, дуралей был кончен. Ну, молодость, что-то, как бы она для этого и дана, для глупостей. Я даже тогда оценивал свою ситуацию, что если я доживу до 40, это будет большая удача. То есть, мне, человеку, который, в принципе, ну, как бы думал о том, что он делает хотя бы иногда, то есть, я эту грань соблюдал, то есть, в ОПГ я не пошел, я понимал, что это такое. Ты там обязан. Зачем мне быть обязанным, если я могу делать все то же самое, и мне начальник для этого не нужен? Я тогда все равно себя оценивал, что до 40 это удача. Ну, я думал, там 30, 30 с копейками, где-то, конечно, со мной что-то случится. Потому что могу перечислить, Дмитрий, у тебя проблема не только, да, с твоими соперниками. Ну, допустим, да, есть какая-то другая враждующая группировка, и вы делите какой-то магазинчик, да, там, либо торговый центр, либо еще что-то, нет. У тебя первая проблема, это есть враги, к которым ты регулярно переходишь дорогу, потому что ОПГ тема, это такая, ты за территорию воюешь. Дальше у тебя есть внутренний конфликт, то есть, не всегда твои действия нравятся, потому что группировка состоит не только из тебя и твоих друзей. Есть куча-куча народа, который тоже может иметь интересы. Когда меня, зеленоградские, кстати, солнцкое ответвление, звали к себе туда, в кабак, вот, я говорю, у вас там, говорю, там тяжело, он говорит, да, у нас тоже бывает, то есть, они могут собраться на каком-то мероприятии, там, день рождения босса, скажем так, и сидя за одним столом, они выясняют, что у них завтра стрелка по какой-то кафешке, и прям там начинают разбираться, что оттягивать-то. То есть, в этом плане, говорю, это настолько там, как бы, ну, и еще и следующий этап, это сотрудники милиции, которые ждали, ну, сейчас уже полиция, сотрудники милиции, которые ждали, были все эти РУБОПы там, были все эти Петровки-38 и так далее, которые четко отслеживали. Вот этих уже нужно брать, потому что, ну, есть по факту, что им предъявить, этих пока не нужно, а этих вообще мы тронуть не можем, поскольку они там, ну, как бы, это, сотрудничают с более серьезными лицами. Так что, все было вот так вот, там было намешано, было много чего, как хорошего, так и плохого. Ну, еще раз говорю, вот, для зрителя, преступник живет жизнь интересную, и с деньгами, если он, ну, как бы, не бабушек там, да, отбирает там по пьяни кошельки и так далее, и с деньгами у него все в порядке. Но есть одна проблема, ты это будешь делать недолго. Ну, и как бы, все остальное тому пример. Бывают исключения, потому что, кто скажет, ну, как, Герман, там, вот такие, такие-то. Да, но это исключение. Это один на тысячу, а может быть и больше. Кто дожил до светлых дней? Ну, у этих людей руки по локоть в крови. Так что так. Герман, как вы относитесь к такой конспирологической теории, то, что огромное количество мужчин, опять же, молодых, пассионарных, в детородном возрасте убивали друг друга, причем, бывая зачастую в одной и той же, в одном и том же коллективе, что это было кем-то инспирировано извне. Еще раз, а что значит извне? Ну, что это, кто-то подготовил такой рецепт нам извне, внедрил здесь, и здесь кто-то его, вот, чтобы убить молодых, сильных, смелых, пассионарных мужчин, чтобы они друг друга убивали. Ты имеешь в виду черная или какая-то там красная стрела? Я даже не стрелу имею в виду, а там замыслы зарубежных спецслужб. Слушай, Дим, давай я тебе скажу так, а зачем придумывать какую-то спецслужбу, если этот почва, ну, как бы благополучно усеянный, да, молодыми, храбрыми и не сильно, еще раз повторяю, думающие о том, что происходит, ну, давай с тобой вспомним фильм «Бумер». Вот там про эти хребты, и им нужен был какой-то из них человек, кто бы сказал бы, ребят, ну, как бы это самое, что-то вы хорошо живете, надо вас всех пострелять. Хочу тебе отметить. Фильм «Бумер» просто, как я его себе представляю, опять же, я думаю, что вы представляете его себе по-другому. Ну, да. Глупость и трусость одного члена коллектива обернулась трагедией для всех. Объясняю, к чему я это вел, почему я привел фильм «Бумер». И если в этот момент не было более-менее толкового лидера, кто примерно понимал, к чему это идет, почему я привел пример «Солнцевской группировки», это самый правильный пример, как они выстраивали свою линию. Хотя у них тоже хватало определенных вещей, но это как бы сейчас не будем про это распространяться. Большинство людей, которые сбивались в группировки, это как раз фильм «Бумер», про них и показан. У них что-то получалось, что-то нет, но сама ситуация, когда нет здравости, она приводила к одному. Ничего извне делать не надо было. Они сами находили приключения и благополучно лишали жизни других на ровном месте. И также их потом лишали жизни. Кого-то на заправке, кого-то кто-то там дорогу не поделил. Да я тебе приведу пример, даже не будем брать фильм «Бумер». Если мы сейчас с тобой возьмем какие-то эксцессы, стрельба в Москве или в центре Москвы, то там стреляли довольно это самое. Ну, не совсем сопливые ребята. То есть, даже здесь всегда, ну, твое это нутро и образ твоей жизни всегда вылезет. То есть, это не факт. Ну, например, давай возьмем, сейчас никого в живых нету. Аня, почему есть? Леня Макинтош, по-моему, про это рассказывал. Когда он пришел, приехал к банкиру, увидел там, что банкир не просто, который входил с семи банкирщин, то есть, это долларовые миллионеры, причем такие, очень обеспеченные. И он там что-то с Мансуром не поделил там несколько миллионов долларов. Ну, хозяин банка по каким-то причинам, видимо, Мансуру крутил, хотел сказать, балду, ну, лапшу на уши вешал, давай скажем так. То Леня, говорит, когда я открыл дверь кабинета, хотя там охрана, представляешь, да, себе все кнопки, он может вызвать кого угодно, застал картину, когда Мансур вытащил огромный нож и уже приставил к нему в горло. Представь, да, банкир, у которого, ну, полномочий много, связей тоже много. Мансуру это не помешало приехать, охране объяснить, что ему очень срочно надо, при этом при нем у него тесак был огромнейший. И когда Леня приехал, он эту ситуацию разруливал. Ну, вот пример. Москвы тех времен, никакая охрана, никакая полиция тебе не поможет. Ну, и как бы, давай вспомню, да, чем кончил Мансур, ну, как бы, хотя говорю, еще раз, вот очень интересный момент. Мансура я знал лично. Я с ним сидел потом на Бутырке, там, в районе, пусть бы, 92-го года. И я помню этого парня. Приятный, образованный, хорошо подвешен язык. Мы с ним встречались несколько раз, мы с ним на спицу сидели, встречались там и на коридоре, и когда нас в этом держали, как это называется-то внизу-то, ну, перед тем, как кого-то куда-то развести. Этапировать. Ну, там не этапировать, а этапировать, когда тебя на этап везут. Это, это, да, это как-то называлось, вы видите, у меня уже... Сборка, сборка? Да, да, сборка, да. У меня уже из памяти эти вещи выходят. Именно там я видел этого парня, что у него даже намека не было на какую-то, я бы так сказал, глупость или еще на что-то. Хорошо выглядящий, хорошо разговаривающий, приятный молодой человек. Я о нем знал, что очень хорошо играл в карты. То есть, у него с памятью было хорошо. Он мог запомнить, по-моему, две-три колоды совершенно спокойно. Это говорят потом про того, который показ, для того, что у него чердак съехал, убил этого, в камине сжег этого. Это же от Мансура эта история, что он в камине сжег этого самого архитектора или кого-то. Поэтому всех этих людей, когда ты знал совершенно другими, очень тяжело потом представить. Ну, видимо, это самые запрещенные препараты, и там, видимо, там, расстроенная нервная система могла сделать что угодно. Это я рассказываю про тех успешных людей. Это долларовые миллионеры. Вот так заканчивали. Потому что даже если у тебя все хорошо, ты владеешь же рынками, там, еще чем-то, и у тебя в месяц прилипают сотни тысяч долларов, ты все равно внутри остаешься бандитом. И все равно ты кончишь, как бандит. Мансур кончил, по-моему, на своей квартире, чуть ли не на Петровке, он там перестрелился с спецназом, который приехал убрать. Даже, по-моему, кого-то либо застрелил, либо ранил. И все оружие было, причем на нем официально зарегистрировано. Вот что это были за времена. Поэтому никому там вмешиваться было не надо. Они там сами друг друга совершенно спокойно устраняли по любому поводу. Им для этого никто был не нужен. Повод находился всегда. ЦРУ ни при чем. Да, конечно. Слушай, ну, это мои времена, я их хорошо помню. Не помню я, чтобы кто-то... Была мелькала, это какая-то белая стрела, про которую я тоже сказал. Слушайте, вам белая стрела не нужна, вы сами справляетесь. Вам никто для этого не нужен. А делить там было чего, поверь мне. Так что так. Герман, большое спасибо за очень интересную беседу. Вот. Предлагаю на регулярной основе проводить такие интервью-беседы. Спасибо большое. Смотри, Дим, кстати, вот тебе предложение. У тебя же каналы там могут задавать вопросы. Мы можем делать хитрее. Ты можешь раз в неделю, раз в две недели собирать самые интересные вопросы. Хорошо. А я как один из немногих, ну, кто был в те времена, я могу это спокойно комментировать, я могу отвечать на эти вопросы. И, по-первых, ну, у тебя будет обратная связь, зрителям будет интересно. Ну, и, в принципе, как бы, видишь, по каким-то причинам эта тема все равно никуда не уйдет. Это присутствует... Никуда не уйдет. Для меня это удивительно. Но она никуда не уходит. С удовольствием принимаю предложение. Проанализируем все. Все пришлю. Спасибо огромное. Удачи тебе, Дмитрий. И тебе большое спасибо, что пригласил. Спасибо.